Заказы не собраны. Чем Света занимается вернувшись домой? Крылышки. Правда, остывшие немножко. Короче, у меня обед крылышками сегодня и кассировочкой. Я знаю, что вы это не одобряете, но... Ну и пофиг. Короче, сейчас обедаем и по-быстрому делаем приправу недостающую. Пока что там Саша делает лимонад и наводит бардак на столе. Но лимонад вкусный, поэтому я это терплю, потом вытру. А потом сделаю приправу и буду собирать 46 заказов на сегодня и на завтра. Прикиньте, да? Вроде как хорошо, надо радоваться. Но работы куча. Главное, у нас бельсировочка варится. Это что, апельсинчик? Это лимончик. Апельсин красивее выглядит. Почему там апельсин и воды больше? В лимоне. Наоборот, в лимоне. Так надо? Ну, у нас же не должно быть кислюще. А это всего вот полтора литра, да? Это два литра будет, это полтора. Да? Я думала, больше будет. Сразу 10? Да. Ага, что выливать вам? А у тебя там и вот тут есть. Тихи. Две газировочные. Что, не разлили еще? А, не выпили еще. Ну и что, мы купили новый чайничек. И заварничек в рубле за 250 рублей. Чтобы пить нормальный чай. Надеюсь, получится. А что, зачем ты воду еще добавил? Типа, добавляем воду, пока в конце не останется просто... Чтобы он еще немножко подзаваривает. Да? Ну вот. Закрыть надо. Симпатичненький. И вроде как удобный. И вроде как чай будет лучше, да? Мишка угостил печенькой. Помните, который покупал себе вкусняшки? Еще не доел. Вот такие вот шоколадными вставочками вкусные. Последние 5 минут блаженства перед работой. Что из года? Света собрала посадки. На сегодня, правда, только. Пойду сдам, чтобы не нервничать. 15 штучек сегодня. И вернусь, и соберу на завтра 31 штуку. Саша завалился спать. У него работаешь уже ночь? Соответственно, он сейчас дрыхнет. Мишку посадила за компьютер. Он меня все-таки победил. Я не хотела его за ролики садить, то пришлось. Девчонок нет? Саша завалился дрыхнуть. А мне что делать? Я работаю с вами. Пойдемте, вазон. Смотрю будущую газировку. Что это тут плавает? Так, надо ложкой достать аккуратненько. Так. Что это? Может, косточка, может, пенопластина какая улетела. Короче, он оставил. Потом, наверное, перед работой в бутылке перельет. Уберет в морозилку охлаждаться. Завтра моют газировочку у нас натуральная, без всяких ароматизаторов. Лимончик и наклесеньчик. Идут мимо. Смотрите, какой прикольный туалет уличный. Красиво сделанный такой. И просто какая-то кабинка. Ну, привезли, видимо, оставить будут. Не удержалась, чтобы вам не показать. Такой прикольный. Все на обратном пути его еще не уберут. Я вам его еще раз покажу. Ну, как бы не очень уютно стоять около чужого дома прям снимать. Так, мимоходом. Обратно пойду, покажу. Ну, это что? Я вспомнила, что хотела еще поснимать. Ладно, все хорошо принялось. В этот раз ничего не зависло. Пришла домой. Новый пакетик. И новая куча посылок. 15 я отправила. И сейчас 31 будет собирать. О, масштабно. Вот это вот все надо упаковать. Вот у меня пакеты. Мусор валяется, мусор. Я в конце убираю. Сейчас пакетик раскрою. И под ролик буду потихонечку собирать. Кто там пришел? Кать, привет. У Мишки к тебе дело. Я сейчас скоро пойду. На самбо? Да. Когда вернешься самбо, у Мишки к тебе дело. Послушай меня внимательно. Он там нашел... Да, он нашел ролик, где чувак переделывает чего-то в программе для 3D моделирования. Так как из нас всех в этой программе шаришь только ты, то у тебя сегодня вечер с братом. Заодно потренируешься. Там квадратные из Майнкрафта детали. Там склаживать даже ничего не надо. Можешь его получить. Можешь сама ему сделать. Как хочешь. А мама взамен сегодня с тобой вечером устроит сеанс выбора пижамы. Выбираем заново пижамку и заказываем. Договорились? Все, давай, кушай. Апельсинки вон есть, смотри, вкусные. Я хочу мандаринки. Мандаринок нет. Апельсины тоже вкусные. Они без косточек. Кто, апельсины? Эти без косточек. Если есть одна-две на апельсины, то я лично не встречала. Меня вот сколько из этих апельсинов резало это. Не ожидала, что Мишке точно понравится. Ему быстро надоедало это. Ну надоест, так надоест тебе же лучше. В данный момент он хочет. Все, я ушла в посылки. Кто-то там цыплярские вечерние. Папа ушел на работу. Мишка дышит ингалятором. Я устроила полный подром. У меня куча где-то стоит ящиков вон. Короче, с комода надо убирать. Большой вес. Комод портится. Все эти нужны этажерки. Но Свет пока не хочет на ней деньги тратить. Поэтому пока что устроит склад ящиков просто на полу. Ингалятор очень быстро дает Мишу это все убить. Насколько же более мощный ингалятор, чем в больнице. Миша быстрее кончается лекарство. Да, Миш? На 10 минут вообще не хватает. Буквально 3-4 минуты. И та доза, которую врач прописал, окончается. Миша не может на месте сидеть. Его прям колбатит. Да, Миш? А, Миша? Сейчас додышишь. По-моему, там все, нет? Да. Есть еще пар? Все? Все. Все, давай забирайся ко мне, поваляемся. Ну, мой кар... Забирайся. Нет, хватит пока смотреть. Ну, я не смотреть, а мой кард пойгать. Поиграть, когда Катя вернется? Слой. Слышишь? Слой телекой. Я 15 минут и вторая ингаляция. Эти 15 минут ты лежишь. Нет. Залазь. Это скотчно. Ну, а что делать? Это положено, это лечение. Давай. 5, 4, забирайся, 3, в домике будешь лежать? Ну, хорошо, иди в домике лежи. Домик это сушилка с покрывалом сверху в его комнате. Не снявку, а снизу. Хорошо, снизу. Я все-таки подняла свою вечернюю денивую задницу за компьютер, смонтировала вам влог, смотрю на себя, думаю, надо замазать круги. Ужас какой. Я же потом это, капец, я себе не нравлюсь без косметики. Что со мной не так? Почему у меня такие круги большие? Так-то уже лучше. Просто этим, как он, кушоном немножко подмазала. В общем, смонтировала влог на вечер. Хотя он уже давно должен был выйти, а он только выгружается. И сижу, делаю видеообложки для товаров. А еще поменяла время отгрузки с одного дня на 12 часов. Как бы ни получилось, что я вообще буду с утра до вечера только собирать заказы. Посмотрим, что из этого получится. Хотите, покажу, что дети делают, пока у меня все монтируется? Ну, в смысле, выгружаются. Пойдемте. Посмотрим, что делают мои детки. Она рисует. И что ты слушаешь? Да, слушает что-то. Что рисуешь? Покажи. Чернички. Красиво. Кстати, ты забыла ручку одну, розовенькую, на моем столе. Я бы на этом месте забрала уже. Я сейчас приду смотреть, что вы делаете. Это мы не сможем. Катя не знает, что это штука. Не знает, что это штука. Она переезжает, что это делает. Но нету. Что, не получается? Она хочет выйти просто. Катя нашла бургер. Она должна выйти на штуку. Это специальная штука для изменения текстурмобов. Там еще газировка твоя стоит в бутылке. А что? Ну уж позанимайтесь чем-нибудь. Сама Миша понятия не имею. Усыпила Мишика. Не знаю. Может быть, вы считаете, что не надо его обнимать перед сном. Но ему так спокойнее. Он махом уснул. Сначала, правда, требовалось меня ночной жор. Кучу молока. Но при этом полтора стакана выпил. Еще хотел. Пришлось немножко нам повоевать. Говорю, давай я тебя пообнимаю. Давай. И сразу уснул. Может быть, ему и стоит засыпать самому. А может быть, и ничего плохого нет в том, чтобы его пообнимать перед сном. Ролик он, кстати, посмотрел сам. Без меня. Я там на зоне доделывала. Оформила. Ну, почти до конца. Карточки двух приправ. Ну, у меня фоток нету больших объемов. Приправ. Это я завтра сделаю. А так, в принципе, оформила. Везде есть видео. Везде есть видеообложка. Везде есть куча фоток. А, нет. В Караковской забыла фотки добавить. Сейчас Мишка разоспится. Пойду добавлю. А потом спать буду ложиться. Шладкий мальчик. Ладно. А вам спокойной ночи. Потому что, наверное, я уже ничего снимать не буду. Я уже устала. Может, и фотки добавлять не буду. Всем до завтра. Всем пока. Увидимся. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok